Скажу немножко каких-то совсем общих слов, а потом попытаюсь поговорить, присаживайтесь куда-нибудь, поговорить на, собственно, предложенную тему. Собственно, почему рождение знания, потому что я буду читать курс уже в следующем семестре осенью. Ну, курс, посвященный соотношению и сложным отношениям между философией и наукой. Вот, и поэтому, как бы, мне предложили подумать, как бы я сформулировал тему для короткой, такой небольшой лекции. Вот, я придумал вот это слово «рождение знания». Ну, несколько технических моментов. Ну, во-первых, несмотря на то, что у нас, вот начиная с 7 часов, у нас есть возможность пообщаться в чуть менее формальной обстановке, чем сейчас. Потому что сейчас, все-таки, знаете, вот эта вот геометрия, что вы сидите за партами, как в школе, а я на месте учителя. И все это как-то настраивает на такое, на школьный лад. Вот, что, конечно, хорошо, но слишком далеко от духа, что ли, который должен присутствовать в университете. Вот, поэтому, у кого будет возможность, интерес, выпить теплого чая, спросить что-нибудь, меня или студентов, вот, пожалуйста, не пренебрегайте этой возможностью. Но, несмотря на то, что у нас будет время для отдельных вопросов-ответов, я также спокойно переношу, если у вас есть вопросы по ходу лекции. Она хотя бы, хотя короткая, вот, это, кстати, мне отдельно непривычно, потому что, знаете, университетские преподаватели, у них такой внутренний таймер на полтора часа. То есть, один академический час — 45 минут, одна пара — это два академических часа, поэтому я так иногда шучу, что если мне только дай волю, я открою рот и остановлюсь только ровно через час 30 минут, потому что как-то внутренний таймер срабатывает. Сейчас у нас таймер немножко другой, 45 минут, но я постараюсь не впадать в священное иступление, вот, и закончить более-менее к 7 часам. Вот, так, еще раз, если есть какой-то у вас вопрос, пожалуйста, поднимите руку. Единственный момент, я не в любую секунду могу остановиться, ну, потому что речь, она обладает своей инерцией, вот, и иногда мне нужно договорить до какой-то логической точки, после чего я могу, ага, а Риппель, вот, ваш вопрос. Поэтому не стесняйтесь, поднимайте руку, но, к сожалению, я не в ту секунду смогу ответить, скорее всего, а может быть и в ту же секунду. Что еще? Что еще? Ну, вроде бы, из таких вот формальных слов это все, что я хотел сказать. Ну, вот, теперь давайте немножко к нашему предмету. По словам знания, сейчас мы понимаем почти исключительно научное знание. Это настолько, само собой, разумеется, что требуется, как бы, отдельное усилие. Сообразить это, сообразить это и, как бы, схватить себя немножко за руку. А бывает, а действительно ли, знание бывает только научным. А что люди делали, как они жили до 17 века, потому что та наука, которую сейчас определяет все аспекты нашей жизни, мы носим вещи, которые созданы благодаря достижениям науки. Мы пользуемся девайсами, которые немыслимы без достижений науки. Мы едим генетически модифицированные помидоры. Что еще? Ну, в общем, какой у предмета ни коснись, тот, с которым мы имеем дело сейчас, он немыслим без того, чтобы наука когда-то что-то такое открыла, превратила это открытие в кусочек технологии, и этот кусочек технологии пришел в нашу жизнь. Но это мы так привыкли. Вот та наука, которая позволяет нам делать смартфоны, чистую воду, генетически модифицированные помидоры, эта наука возникает только в 17 веке. Большое количество исключительных людей, ученых, философов, монахов приложило руку к созданию науки. Но люди жили задолго и до того. И, собственно говоря, представление о том, что есть знание, в отличие от мнения, в отличие от житейского опыта, оно существовало за пару тысяч лет до того. Поэтому я немножко отступлю на две с половиной тысячи лет назад и посмотрим, что же тогда философы определили в качестве знания. В самом деле, когда я говорю, что я знаю нечто, это что означает? Это может означать, например, то, что я обладаю каким-то набором опыта житейского здравого смысла, который помогает мне не знаю там предсказать будущее. я смотрю на багровый закат и говорю, завтра будет сильный ветер. Я знаю, что будет завтра. Почему? Ну, потому что я много раз видел в своей жизни багровые закаты и обращал внимание, что на следующий день дует сильный ветер. С какой стороны, с какой части света это другой вопрос, но он будет сильным. Но можно ли считать это знанием в собственном смысле этого слова? Или вот греки предложили такую пару, что есть знание, а есть мнение. Вот это вот житейский опыт, здравый смысл, наблюдение за явлениями природы, они составляют наше мнение о мире. Ну, казалось бы, это такой спор о словах. Какая разница, как это называть? Знание, мнение. если действительно завтра будет сильный ветер. Главное же, что я как бы точно предсказываю, что будет. Я могу этим воспользоваться, я могу выстроить какие-то свои поступки на завтра с учетом того, что будет сильный ветер, извлечь из этого какую-то пользу. но проблема с этим мнением в том, что оно по сути своей вещь довольно шаткое. Конечно, я помню, что каждый раз, когда я видел багровый закат, на следующий день был сильный ветер. Но насколько надежно это мое воспоминание. У греков не было того развитого знания о человеческой психологии, о внимании, которое есть у нас сейчас. Поэтому я подскажу здесь грекам парочку аргументов. Ну, все вы, может быть, или многие из вас сталкивались с тем, что наше внимание на самом деле избирательно. Нам кажется, что мы открываем глаза и видим то, что есть. просто видим. Но вообще говоря, это не так. Мы обращаем внимание, на самом деле мы фокусируем свое внимание, вольно или невольно, не на всем, что мы видим. Все наверняка знают такой эффект. представьте, что вы собрались купить какой-то клевый самокат, продумали, какой самокат вам нужен, какая модель, размер, цвет. все хорошо, все продумали, аккуратненько, собрались купить, а уже может быть даже и купили. Потом вы выходите на улицу и видите вдруг, что просто каждый второй встречный на таком самокате. Просто каждый второй. Вчера этого не было, говорю о себе. А сегодня они сволочи, как сговорились. Они все. Не просто на самокатах, а точно на таком самокате, как я себе купил. И ты начинаешь думать, что это какая-то магия. Это мир как-то сговорился то ли против тебя, то ли в пользу тебя. Нет тут никакой магии. Психология объясняет это предельно просто. Мы раньше просто не обращали внимания, а сейчас обратили внимание. Или не знаю, девушка, ну, сейчас уже не сезон, там, когда была наступит осень, девушка тщательно выбрала себе осеннее пальто, прекрасное красное пальто, купила, вышла на улицу и видит какой ужас. Просто каждая вторая встречная женщина в таком же точно красном пальто. отвратительно. Вчера этого не было, час назад этого не было, а сейчас оно есть. Опять, никакой магии, мы просто, наше внимание автоматически переключается вот на такого рода предмет. Я это все к чему говорю? Я это говорю к тому, что наше мнение, основанное на памяти о бывших событиях, оно весьма ненадежно, потому что мы запоминаем только то, что подтверждает наше представление. Скорее всего, если мы как-нибудь будем вести запись, например, явлений погоды, мы очень быстро обнаружим, что бывают дни, когда есть багровый закат, а на следующий день никакого сильного ветра нет. Черт побери. Но я же раньше, опираясь на свою память, твердо помнил, что каждый раз, опять-таки, наша память избирательна, как и наше внимание. Ну, доходит доходят до смешного, просто, чтобы завершить эту тему с избирательностью. Самый смешной эксперимент в этом, в этой области поставили как-то американские психологи. Они предлагали большому набору людей, ну, там, каждый человек по отдельности садился перед телевизором, ему показывали запись баскетбольного матча и просили внимательно считать, вот там, в течение десяти минут, сколько раз мяч, баскетбольный мяч, перейдет из рук в руки. Ну, то есть, когда один игрок даст пас другому, нужно было внимательно считать количество пасов и смотреть на этот ролик в течение пяти или десяти минут. В общем, несложная задача. Есть листик бумажки, там человек сидит, ставит палочки, потом сосчитывает эти палочки. Трюк состоял в том, что на этой записи примерно в середине на центр баскетбольной площадки выходил человек, одетый в костюм снежного человека, ети такого лохматого, значит, демонстративно бил себя кулаками в грудь, протяжно кричал, как тарзан, вот, потом неспешно уходил. А вокруг него шла игра. Но большой, крупный, волосатый чувак выходил на центр площадки, кричал, и испытуемые, которые считали количество пасов, они были не слепые, не под гипнозом, не пьяные, ничего такого. Их потом спрашивали, а вы видели что-нибудь в течение баскетбольной игры необычное? Они говорили, да нет, все нормально, мужики с мячиком бегают, перекидываются. Они его не видели. Почему? Потому что у них была задача сфокусироваться на другом, и они сфокусировались. Они считали пасы и не видели йети, который стоял посреди площадки и орау. Так вот, еще раз, да, у античных философов не было этих аргументов, но они, в общем, по-своему аргументировали то, что вот это вот мнение, то есть знание, которое опирается на наш опыт, на наш здравый смысл, на нашу память, вещь чрезвычайно шаткая. А раз она, по сути дела, является чем-то таким вот шатким и неопределенным, то как-то хочется понять, а какое же знание настоящее знание? Там была отдельная дискуссия, следы которой мы находим в сочинениях по крайней мере одного философа, сохранившихся до наших дней. Итог, к которому приходит этот философ, он закрепляется и будет считаться в общем достаточно надежным определением на следующие две тысячи лет. Он приходит к следующему решению. Знание это знание причин происходящего. То есть надо не просто знать, что будет, но нужно знать, по какой причине это будет. Только такого типа знания позволит тебе быть уверенным в этом знании. Раз он уже не зависит от каплизов твоей памяти, от каплизов твоего внимания, а он опирается как бы на понимание сути самой вещи, сути этого процесса. Если ты понял причину, по которой, не знаю, там идет дождь, то вот только тогда ты знаешь, что такое дождь и почему он происходит. Греческое слово, которое они для этого выбрали, звучит как эпистемы. На русский его переводят либо как знание, либо как строгое знание, ну в общем это уже сложности перевода на русский язык. Это знание в собственном смысле слова. Другая сложность состоит в том, а как ты получишь это знание. Окей, звучит красиво. ты знаешь причину происхождения вещи или явления и тем самым ты знаешь эту вещь и это явление. Бинго, бонзай, аллилуйя. А как ты это узнаешь, собственно говоря? Вот здесь разные великие философы подходили к делу по-разному. Самый для нас экзотический вариант предложил собственно говоря философ Платон, который первый зафиксировал вот такое понимание знания. Его теория по поводу того, как и почему мы узнаем, она для нас максимально неочевидная, что ли, контринтуитивная. совсем коротко в виде лозунга это звучит крайне просто. Знание есть припоминание. То есть я знаю, потому что я уже знал. Ну, конечно, хочется сказать, дядя, ты вообще понял сам, что такое заявил. Как это я знаю, потому что уже знал. Какой в этом смысл? Если я уже знал, то почему возникает как бы этот повтор? Я узнаю, потому что я уже знал. Ну, у него есть на этот счет прекрасная метафорическое объяснение, которое является очень знаменитым. Вы вполне возможно про него слышали. Дело в том, что согласно этому метафорическому объяснению, душа человека состоит из двух частей. Это не то, чтобы философы придумали, это какая-то такая общая интуиция, что ли, да, которую разделяла вся та эпоха. Человек состоит из тела и души. Тело это вот, рука, ноги, голова, печенка. А душа это то, что делает тело живым. Потому что вот у стола, например, есть тело вполне себе. Нормальное, крепкое, надежное тело. Но души нет. И поэтому стол не жив. Он просто есть. Он предмет. Он может двигаться, только если кто-то его двигает. а я двигаюсь, потому что меня движет моя душа. Она как бы буквально анимирует мое тело. Ну, аниме это просто еще одно слово для души. Латинская правда уже, она войдет в ход сильно позже, но тем не менее. Отдельные были большие дебаты, является ли душа смертной или бессмертной. То, что человек смертен, то, что тело смертно, это не вопрос. Это эмпирический факт. Мы видим, что вот человек ходил, дышал, ел, а потом все, перестал двигаться и начал стремительно распадаться. Человек смертен, тело смертно, а вопрос, что там с душой. Вот, как бы, не входя в детали этой долгой дискуссии тогдашней, по мнению Платона и некоторых других, душа бессмертна. А что это означает? Это означает, что душа, кроме того, что она не умирает вместе со смертью тела, но она также еще и существует раньше, чем существует тело. тело, что происходит в момент рождения человека, говорит Платон. рождается рождается тело, но оно становится живым, потому что в него помещается душа, которая была уже до того. И вот, собственно, миф, который нам рассказывает Платон, состоит в следующем. душа до того, как воплотиться в некое тело, конечно, она есть, она существует в том мире, где находятся идеи всех вещей, где находятся боги, другие бессмертные души. и там, в этом мире душа узнает все. Она там видит все. Ну, буквально видит, потому что глаз еще нет, но как бы она познает абсолютно все. Когда происходит рождение человека, и душа помещается в тело, она испытывает жесточайший шок, от которого у нее отшибает память. Такая травма. происходит. Поэтому, когда человек рождается, нам кажется, что он ничего не знает. Потому что душа в шоке. Но постепенно она от этого шока отходит, и постепенно она припоминает все, что знала до своего воплощения в тело. в тело. Конечно, это объяснение, которое дает Платон, оно такое красивое, образное, но оно, конечно, совершенно неадекватно природе вещей. Это сам Платон понимает. он, главное, что нам хочет сказать этим мифом, это следующая мысль. Источником знания, знание возникает в душе. душа определенными усилиями познает. Причем жизненный опыт, чувственные ощущения не имеют отношения к этому процессу познания. Вот вообще никакого. Только мешает. Главное, к чему приходит в этот момент мысль Платона, это то, что знание, как знание причин вещей и явлений рождается в результате усилий души или, может быть, нам более близким словом, усилием мысли. Не из опыта, не из изучения окружающего мира, а исключительно усилием мысли. да, великий ученик Платона Аристотель сильно допилит это представление, сильно его поменяет, следующее развитие философии тоже внесет свои коррективы, но в среднем, так сказать, если взять картину крупными мазками, вплоть до 17 века, ну, более-менее так и будут относиться к знанию. знание возникает не из изучения окружающего мира, не из наблюдений за ними, а путем специфических душевных усилий. и тут приходит 17 век, в котором многим людям, разбросанным по странам, разным странам Европы, приходит в голову одинаково дикая мысль. «А давайте посмотрим на мир, а давайте посмотрим, как он устроен, а давайте не будем совершать какие-то специальные мыслительные усилия, то есть, конечно, будем, но в первую очередь давайте посмотрим на сам мир». Нам кажется это как бы гротеском, потому что ну какой идиот мог не додуматься посмотреть на сам мир. А вот все великие философы просто не то, чтобы не додумались до этого, но считали это как бы дичью и неправильным совершенно направлением развития. Конечно, одного этого соображения совершенно недостаточно для того, чтобы возникло другое представление о знании. тут нужно было придумать много конкретных штук, которые позволяют тебе эту самую окружающую тебя действительность познавать. Повторю, здесь большое количество людей внесло самый разнообразный вклад. Я упомяну только одного, имя которого вы все, конечно, слышали, это известный такой математик, астроном, философ отчасти, Галилео Галилей. Его главное открытие в жизни состояло вовсе не в том, что он собрал примитивный телескоп, посмотрел на планеты и вдруг обнаружил, что то, что нам представляется яркой однородной светящейся точкой, на самом деле является, да, светящаяся точка, окруженная кольцами. Или там, что мы видим Луну, а Луна, если на нее посмотреть через телескоп, это такая изрытая ямами поверхность. Ну, какая глупость, мы же видим все Луну, никаких ям не видим, а вот там у нас есть какой-то телескоп, который говорит нам иначе. Вот, это все были мелочи. Две действительно великие штуки, которые открыл Галилей, ну, тут, понимаете, вот тоже, как открыл или не открыл. Давайте, вот, я сейчас для контраста скажу, что не открыл, а просто, ну, придумал, что ли, изобрел. Первая его гипотеза была совершенно дикая. Эта гипотеза, ее даже не очень понятно, как можно ее проверить, подтвердить или опровергнуть, но просто с тех пор как-то все человечество пользуется этой гипотезой так словно это точно истина, что это не предположение, а что так оно и есть. Гипотеза звучала примерно так. Ну, не точно цитирую, но близко по смыслу. Он говорит, книга природы написана на языке математики. Что такое книга природы? Ну, это вообще отсылает к средневековой длинной схоластической дискуссии о различии между книгой Откровения и книгой природы. Ну, в общем, попросту говоря, книга природы это, собственно, природа. И то, что она написана на языке математики, это что означает? Это означает, что законы, по которым устроена природа, мы можем записать с помощью математических формул. Нам сейчас с вами это представляется бесконечно, ну, как сказать, привычным. Ну, да, открываешь учебник физики, там так вот сразу и шпарят формулы какие-то. Но сама, просто когда там мысль о том, что так можно, мы знаем, кто это придумал. Это придумал Галилей. И забегая бесконечно вперед, уже там где-то в раннем 20 веке возникнет большая дискуссия в философии о том, что вообще оправдана ли такая гипотеза. А может быть это какое-то принципиальное дикое искажение. Но в 17 веке, когда Галилей это предложил, попробовал сам, начали пробовать другие ученые, и они обнаружили вдруг, что это невероятно эффективно. Может быть это ложно в каком-то там предельном метафизическом смысле, но это, блин, это так эффективно, скорость твоего познания увеличивается на порядке. как только ты позволяешь себе фиксировать то знание о природе, которое у тебя есть, в виде формул, как тут же ты начинаешь делать одно открытие за другим. И, собственно, вот начиная с 17 века мы так и увидим, мы видим, что рост научного знания, рост технического прогресса, он как бы идет постоянно с ускорением. Все потому, что можно это все записывать в виде математических символов и применять соответственно к этим записям математические же преобразования. Повторюсь, хвала Галилею, который это придумал. Вторая вещь, которую он придумал, может быть, более знакомая, он придумал концепцию эксперимента. До того было как? До того было представление о том, что можно наблюдать природу. Вот ты наблюдаешь какое-то явление, внимательно наблюдаешь, записываешь свое наблюдение, ну и как-то потом пытаешься это все осмыслить, сделать какие-то выводы на этом основании. Галилей предложил вместо пассивного инструмента наблюдения активный инструмент эксперимента. Что нам нужно для эксперимента? Нам нужно прежде всего поставить некое событие, некоторое явление в нами контролируемые рамки. Зачем? Затем, что если я контролирую рамки некоторого события, то я потом могу эти рамки менять и смотреть, что получилось, и делать выводы из этих изменений и этих наблюдений. я уже не просто сижу перед морем и таращусь на волны, как они набегают, отбегают, но я активно исследую, что происходит. Первые эксперименты, которые ставил сам Галилей, выглядят чудовищно примитивно. Там не было у него почти ничего. Ну, например, там, скажем, известное дело, что Галилей, один из первых, начал разрабатывать теорию движения маятников, и известен анекдот, как он, собственно говоря, набрел на эту тему. Он присутствовал в своем прекрасном городе Пиза, на каком-то торжественном богослужении, на котором просто надо всем присутствовать, ему было скучно, и он таращился на большую люстру, которая висела в этом храме, она покачивалась от сквозняка. И вот он как-то решил последить за тем, каков период колебаний этой самой люстры. Для этого ему нужно было как-то измерять время и считать колебания. А как измерять время? Спойлер, часов еще нету. Часов еще нет. Ну как, есть там всякие водяные часы, солнечные часы, ну мы понимаем, да, что когда ты стоишь вот так вот в толпе в храме, вот у тебя нет возможности притащить с собой какие-то капельные такие водяные часы и там что-то отмерять. Тебе как минимум за психа посчитают. А время надо как-то считать. Как он это делал? Есть какие-то предположения? Чем он отмерял время? Ау, да? Слишком крупное вариант был с песнопениями, которые появятся в церкви, да, но слишком крупная единица, ему нужно мельче. Да, у вас? Сердцебиение. Да. У вас какой вариант? Можно одно это слово или слово произносить. А, понятно. Да, на самом деле да, он отталкивался от сердцебиения, точнее говоря, он считал свой пульс. Он положил руку на пульс и, так сказать, следил за люстрой и, так сказать, считал вот одно колебание, сколько ударов пульса. так себе, конечно, точность инструмента, мы понимаем, да? Ну, конечно, когда человек в покое, то у него пульс более-менее там, какой-то равномерный, это, конечно, неправда, любой современный медик вам скажет, все это ерунда, там происходит каждый раз колебание, есть вариабельность пульса, вот это, вот это, ну, бесконечно плохой, но у него другого не было. и вот он с помощью такого секундомера стоял и считал пульс, смотрел на колебания, запоминал, и так из этого начались его работы по исследованию маятника. Там другой его знаменитый эксперимент о том, как он камушкой ронял с этой своей пизанской башни, которая очень удобно накоренилась, вот, она падает уже сколько-то столетий, вот, он, собственно говоря, что делал? Все, что ему нужно было для проведения этого эксперимента с падающими предметами, ему нужно было, ну, что, набор свинцовых, кусков свинца, весы и линейка. Почему свинец? Потому что свинец очень легко держать и, соответственно, очень легко там, не знаю, отрезать какой-то кусочек от куска свинца, чтобы подогнать его вес. Да, такой просто очень удобный в этом смысле материал. Зачем нужна линейка? Затем, чтобы аккуратно линейкой не рукой, а линейкой сталкивать с подоконника сразу два кусочка. Да, не двумя руками стараясь одновременно, а одним движением, одной линейкой, раз, и они оба полетели вниз. Он проверял утверждение, которое считалось непреложной истиной более двух тысяч лет. Великий философ Аристотель в трактате физика пишет, что если предмет в два раза тяжелее другого предмета, так он и падает в два раза быстрее. У Аристотеля было к этому такое чисто умозрительное обоснование. И Аристотелю верили на слово 2100 лет примерно. Наконец дедушка Галилей решил проверить, а так ли это. Взял кусок свинца, другой кусок свинца в два раза тяжелее, линеечкой аккуратно столкнул, смотрит о нем плюх, упали на землю одновременно. Что за чертовщина? Не может же великий Аристотель ошибаться. Он делает большое количество этих попыток с разными соотношениями веса, результат всегда один и тот же. Эти разного веса камушки прилетают одновременно, долетают одновременно до земли, хоть ты тресни. Что из этого можно сделать? Какой можно сделать вывод? Можно сделать единственный вывод, что та теория, которую мы находим в трактате Аристотеля, не верна. Значит, что? Нам нужно найти какую-то другую теорию, которая объяснит результаты эксперимента. эксперимента. помимо того, что для эксперимента мне нужно искусственно созданные условия, вот в этом случае, что было искусственного в том, что делал Галилей? Ну, собственно, по-моему, всего два момента. Во-первых, он ронял предметы из одного того же материала. То есть, он не пытался сравнить падение камня и гусиного пера. Это предметы слишком разные. Он сравнивал падение кусков свинца, справедливо полагая, что даже если есть какие-то особенности падения в зависимости от вещества, то раз падают два куска свинца, то этим можно пренебречь. Все, что их отличает друг от друга, это вес. О, надо заканчивать. Второй момент искусственности это вот эта вот линейка, которую он одновременно их спихивает. Повторю, эти эксперименты выглядят удивительно примитивными. Но это настоящие глубоко научные эксперименты. Там есть все. Помимо вот этих вот искусственных рамок, также у нас есть некоторая теория, опираясь на которую мы, собственно, придумываем этот эксперимент. У нас есть некоторая теоретическая картина, опираясь на нее, мы придумываем эксперимент и в зависимости от результата мы либо подтверждаем эту теоретическую картину, либо если эксперимент опровергает, значит нам нужно что? Теорию выкидывать, предлагать какую-то другую. Ну и последний момент, о котором здесь стоит сказать, который был критически важен для развития науки. Эксперимент должен обязательно быть воспроизводимым. то есть он должен быть описан, относиться к числу таких явлений, которые легко повторяются. Он должен быть описан достаточно подробно, чтобы любой другой человек, даже который живет не в Пизе, и у него нет такой прекрасной удобной башни, мог бы, пользуясь весами, кусками свинца линейкой, воспроизвести эксперименты, посмотреть на результаты. Почему это критически важно? Потому что создатели европейской науки, Галилеи, десятки, сотни других замечательных деятелей науки и философии, они с самого начала понимали, что наука это коллективное действие. Наука не производится мудрецом, который сидит в башне из слоновой кости, созерцает мир идей и тем самым постигает все сущее. Вот так мог думать кто угодно, только не ученый. Ученые действуют всегда коллективно. Поэтому последнее что скажу по этой причине наука в принципе интернациональна. Попытка не знаю там сочинить российскую физику или российскую социологию в принципе неосуществимая штука. Может быть одна международная физика, одна международная социология и далее по списку. И второе следствие. Не знаю как вы, я примерно в вашем возрасте страшно увлекался, читал много про всякие НЛО и проще неопознанные подземные стук, которые происходят где-то. Я тогда помнится часто говорил ну что за безобразие? Почему наконец-то наука не возьмется и не изучит феномен НЛО? Чтобы наконец-то разобраться что это такое? Наука не занимается НЛО не потому что брезгует, не потому что считает что это какое-то шарлатанство или еще что-то в этом духе. А по другой уважительной причине появление неопознанно летающих объектов нерегулярно. То есть непонятно когда и где их ждать. Это как бы первое. А второе а как ты их поместишь в какие-нибудь контролируемые условия? тоже дополнительная проблема. Это же относится кстати к известному вполне видимо существующему феномену шаровой молнии. Ее тоже невозможно изучить потому что ее повеление и поведение непредсказуемо. Конечно вряд ли все те тысячи людей которые их наблюдали являются сумасшедшими психами. сильно вряд ли. Но ученый разводит руками и говорит ну а что я могу сделать? Как я ее помещу под микроскоп или в какую-нибудь установку? Как? Ее нету. Она возникает когда-то где-то неизвестно на сколько времени. Потом исчезает. И что я с этим буду делать? Говорит ученый. Я не могу это исследовать. Опять таки по весьма уважительной причине. Потому что это нерегулярное невоспроизводимое событие. Вот. Прошу прощения получилось несколько сумбурно и я конечно не уложился в отведенные 45 минут. Но готов искупить. Все. Большое спасибо.